Винтовка Спенсера образца 1860 года. Винтовка была разработана американцем Кристофером Спенсером в 1859 году. Что удивительно, у самого Спенсера не было никакого образования, а все знания в области техники он приобрел, работая на заводе Кольта. Стоит отдельно еще одно его изобретение – паровую безлошадную повозку. С началом Гражданской войны в США Спенсер предложил свою винтовку на вооружение армии северян. Но военные предпочитали более традиционные конструкции. Так что первый блин вышел комом. Тогда изобретатель пошел другим путем. 18 августа 1863 года со своей винтовкой и патронами. Он пошел прямиком в Белый дом к президенту Линкольну. После демонстрации винтовки прямо в парке у Белого дома Авраам Линкольн распорядился принять винтовку на вооружение. И армия США получила 13 170 винтовок и карабинов системы Спенсера и порядка 58 миллионов патронов. По злой иронии судьбы, у Джона Бута, убийца Линкольна, при его аресте, был обнаружен именно карабин Спенсера. Забегая вперед, последние остатки этих запасов были проданы в США только в 1920-х годах, то есть спустя более полувека после конца войны. Карабины поставлялись в основном в кавалерию, а винтовки – в пехоту. Впрочем, объемы производства не позволили целиком вытеснить дульнозарядные мушкеты. Самое раннее известное использование винтовки Спенсера отмечено в сражении при Хуверсгэп и во время Геттисбергской кампании, где два мичиганских полка использовали их в сражении при Гонавере. За время Гражданской войны было выпущено порядка 100 тысяч винтовок Спенсера, а всего около 200 тысяч единиц. В 1868 году компания Спенсер Репитинг Райфл обанкротилась и была приобретена Оливером Винчестером за 200 тысяч долларов США. Винтовка Спенсера имела существенное преимущество перед револьверными винтовками Кольта или рычажными винтовками Генри, питание осуществлялось от отъемного магазина емкостью 7 патронов, размещенном в прикладе. Таким образом, вместо того, чтобы перезаряжать оружие по одному патрону, в отношении продукции фирмы Кольт и вовсе снаряжать отдельно порох, пулю и капсюль, стрелок мог в считанные секунды заменить магазин и продолжить стрельбу. Для магазинов даже были разработаны специальные контейнеры на 6, 10 или 13 трубок. Конфедераты, несмотря на то, что захватили значительное количество трофейных винтовок, не могли широко их применять из-за проблем с необходимой для производства гильз. С технической точки зрения винтовка Спенсер М1860 представляет собой длинноствольное нарезное оружие, перезаряжение которого осуществляется вручную, при помощи качающегося в вертикальной плоскости рычага, совмещенного со спусковой скобой. Запирание ствола осуществляется подвижным клином. Ударно-спусковой механизм куркового типа двойного действия. Питание патронами осуществляется от отъемного магазина емкостью 7 патронов, размещенного в прикладе. Прицельные приспособления, регулируемый по дальности рамочный целик и неподвижная мушка. После гражданской войны в США значительное количество винтовок и карабинов Спенсера было продано во Францию, где они использовались во время франко-прусской войны 1870 года. Кроме этого, некоторое количество винтовок было продано в Японию и использовались в ходе войны Басин 1868-69 годов. Также винтовки Спенсера использовались в ходе Индийских войн и Парагвайской войне, война Тройственного альянса, состояв на вооружении армии Бразилии. Тактико-технические характеристики. Применяемый патрон 56 Спенсер Римфвайр. Длина 1200 мм. Длина ствола 510, 560, 760 мм. Вес без патронов 4,2 кг. Количество нарезов 4. Начальная скорость пули 315 метров в секунду. Прицельная дальность 500 метров. Емкость магазина 7. Скорострельность до 20 выстрелов в минуту. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии под видео, это мне помогает совершенствовать свой канал и находить более подходящую для вас информацию.